Правописание глаголов, глагольных форм. Сегодня мы с вами вспомним основные правила правописания суффиксов и окончаний такой части речи, как глагол, а также правописания суффиксов, причастий и деепричастий. Написание личных окончаний глаголов настоящего или будущего времени зависит от типа спряжения. Тип спряжения глаголов с безударными окончаниями определяется по форме инфинитива. К первому спряжению относятся глаголы брить, стелить, зиждеться, зыбеться. Все глаголы наать и еть, кроме исключений. Например, замечать, заржавить, крикнуть, таять, колоть, идти, беречь и другие. Ко второму спряжению относятся все глаголы наить. Четыре глагола-исключения наать. Гнать, держать, дышать, слышать. Семь глаголов-исключений наеть. У глаголов с ударными личными окончаниями тип спряжения определяется по личным окончаниям. В окончаниях второго и третьего лица единственного числа, первого и второго лица множественного числа у глаголов первого спряжения будет писаться буква Е или Ё. У глаголов второго спряжения буква И. Поставьте видео на паузу и рассмотрите таблицу о правописании глаголов с приставкой О без О без на странице 205 учебного пособия. Выполняйте упражнение 387, задание второе. Не забудьте поставить видео на паузу. Проверьте себя. В первом предложении глагол обезоружило переходный, поэтому пишем гласную И. Во втором предложении глагол обезоружило является непереходным, поэтому пишем гласную Е. Двоеточие поставили между частями бессоюзного сложного предложения с причинными отношениями. В третьем предложении глагол обезоружило переходный, поэтому пишем гласную И. Запятую поставили между частями сложного подчиненного предложения. В четвертом предложении глагол обезумели, непереходный, поэтому пишем гласную Е. Запятыми выделили обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, не разбирая ни возраста, ни породы. Внутри деепричастного оборота, между однородными членами поставили запятую. В шестом предложении глагол обезглавили переходный, обезглавили кого? Гусака, поэтому пишем гласную И. В седьмом предложении глагол обезлюдили является непереходным, поэтому вставили гласную Е. Между частями бессоюзного сложного предложения поставили двоеточие, так как между частями складываются причинные отношения. В восьмом предложении глагол обезличить является переходным, обезличить кого? Человека, поэтому пишем гласную И. Рассмотрите алгоритм правописания суффиксов ИВА, ИВА, ОВА, ЕВА на странице 206 учебного пособия. Не забудьте поставить видео на паузу. Обратите внимание на исключения. Глаголы с ударным суффиксом ЕВА. Глаголы с ударным суффиксом ВА сохраняют перед суффиксом ту же букву, что и в неопределённой форме соотносительного по значению глагола совершенного вида без суффикса ВА. Разбить, разбивать, успеть, успевать, издать, издавать, застыть, застывать. Для закрепления знаний выполните упражнение 390. Не забудьте поставить видео на паузу. Проверьте себя. Не затягивай суффикс ИВА, так как в первом лице единственного числа настоящего времени суффикс сохраняется. Я затягиваю. Ночевать суффикс ЕВА, так как в первом лице единственного числа настоящего времени суффикс не сохраняется. Я ночую. Миновать суффикс ОВА. Он не сохраняется в форме первого лица единственного числа настоящего времени. Я миную. Расхлёбывай. Суффикс ИВА. В форме первого лица единственного числа настоящего времени суффикс сохраняется. Я расхлёбываю. Не откладывай. Суффикс ИВА. Он сохраняется в форме первого лица единственного числа настоящего времени. Я откладываю. Сказывается суффикс ИВА, сохраняющийся в форме первого лица единственного числа настоящего времени. Перейдём к правописанию глаголов прошедшего времени, действительных причастий прошедшего времени, деепричастий совершенного вида. Перед суффиксами Л прошедшего времени глагола, ВШ действительных причастий прошедшего времени, В деепричастий в форме прошедшего времени, пишется та же гласная, что и в форме инфинитива перед суффиксом ТЕ. Чтобы определить, какую гласную писать перед суффиксом 2Н в страдательных причастиях прошедшего времени, необходимо поставить глагол в начальную форму. Если в инфинитиве перед ТЕ буква И или Е, в причастии перед двумя Н пишем букву Е. Например, Если в инфинитиве перед ТЯ гласная Я, мы пишем её и в причастии перед суффиксом 2Н. Например, Если же в инфинитиве перед суффиксом ТЯ гласная А, мы её пишем и в причастии перед суффиксом 2Н. Например, Запомните написание глаголов, которые вы видите на слайде. Не забудьте поставить видео на паузу. Для закрепления знаний предлагаю вам выполнить следующее задание. Не забудьте поставить видео на паузу. Проверьте себя. Услышать Услышанный Увидеть Увиденный Пройти Пройденный Испечь Испеченный Завеять Завеянный Посеять Посеянный Растаять Растаянный Захватить Захваченный Построить Построенный Освободить Освобождённый Обратитесь к учебному пособию и рассмотрите таблицу на странице 209. Не забудьте поставить видео на паузу. Развешенные картины Мы пишем суффиксы а и два н, так как имеется значение, размещенные в большом количестве на большом пространстве со всех сторон. Завешенное окно Завешенное окно Мы пишем суффикс ен, так как причастие образовалось от глагола завесить. Смешанные краски Смешанные Мы пишем суффиксы а и два н, так как это причастие образовалось от глагола смешать со значением соединять что-либо с чем-либо. Замешанное тесто Расстрелянные 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 Мы пишем суффикс ен, так как это причастие образовалось от глагола подстрелить. Правописание суффиксов причастий настоящего времени зависит от спряжения глагола, от которого причастие образовано. Действительные причастия, образованные от глаголов первого спряжения, имеют суффиксы ущ и ющ. Например, читают, читающий. Запомните причастие брежущий, образованное от глагола брежить. Страдательные причастия, образованные от глаголов первого спряжения, имеют суффиксы ем, ум. Например, читаем, читаемый. Действительные причастия, образованные от глаголов второго спряжения, имеют суффикс им. Например, слышим, слышимый. Запомните причастие движимый. Для закрепления знаний выполните следующее задание. Не забудьте поставить видео на паузу. Проверьте себя. Суффиксы ущ и ющ мы пишем в следующих действительных причастиях, образованных от глаголов первого спряжения. Суффиксы ем мы пишем в следующих действительных причастиях, образованных от глаголов второго спряжения. Суффикс им мы пишем в следующих страдательных причастия, образованных от глаголов первого спряжения. Вдохновляемый, растворяемый, ударяемый. Суффикс им пишем в следующих страдательных причастиях, образованных от глаголов второго спряжения. Предвидимый, независимый, немыслимый. Для более успешного освоения темы обратитесь к материалам учебного пособия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...